Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность доктору Давиду за работу, которую он проделывает с нами, за наши большие успехи в речи. Тимурчик на этой неделе уже разговаривает с двумя-тремя предложениями. Мне сказал, что я порезался рулет, мне было больно, я расстроился и поплакал. Раньше у нас таких больших предложений не было. Мы разговаривали одним предложением из двух-трех слов. Сейчас наша речь усложнилась, стали преобладать сложно сочиненные предложения. Стал говорить «потому что», «поэтому», «я думаю». Его речь очень сильно изменилась. Он спросил у бабушки, а знает ли, что такое палеонтологический музей. Бабушка ответила, что это музей древности, а Тимур ее дополнил. Он сказал, что это музей древних окаменелостей и костей динозавров. Раньше Тимур не задавал вопрос. Он говорил, а что такое динозавры, допустим. И сам же себе давал ответ на этот вопрос. А это у них получился уже диалог. Потом сестра зашла в комнату и спросила, а где все? Он даже, несмотря на нее, услышал вопрос и сразу же ответил, сказал, что все ушли. То есть он уже находится чаще в контакте со всеми людьми. Он не пропускает мимо, что окружающие говорят. Также он на этой неделе с бабушкой перечислил дни недели по очереди и не ошибся. Раньше он тоже этого не делал. Потом мы пели песню про зиму у леса на опушке. Дальше после песни Тимур сам рассказал, что у леса на опушке это зимняя песня. И зима это время года. И зимой бывает праздник, Новый год. Люди наряжают елку и на праздник приходит Дед Мороз с Тимурочкой. У него уже получаются такие небольшие рассказики. Это, конечно, очень радует. Мы счастливы от наших успехов. Большое-большое вам спасибо. Еще у нас Тимурчик начал разговаривать по телефону.